здравствуйте и здравствуйте и пребывают благополучие все кто нас смотрит все это пожелание огромное спасибо я присоединяюсь к тому чтобы со всеми прошедшими праздниками во первых поздравить очень много было интересных праздников и католическая пасха и день космонавтики очень много было таких апрельских событий ну нам обещали весной какие-то мероприятия они пока происходит так что все идет по плану замечательно это очень хорошая новость о чем мы можем сегодня поговорить юрий зависит от того какие у вас вопросы хорошо у меня буквально два-три вопроса не буду вас перебивать прерывать с вниманием слушать если действительно есть что-то вот по этим моментам рассказать очень много я прослушала ваших роликов юрий тоже за последнее время и конечно очень много пазлов сложилось во первых я очень благодарна за те ролики которые вы выставили по которым называется падшие ангелы такая информация очень интересная я ее слушала наверное раза два переслушивала вроде бы какие-то пазлы у меня начали складываться какую-то единую картину вот и тем не менее очень много сегодня говорится о настоящем и о будущем да там будущей технологии так далее но мне кажется очень многим не совсем понятно и сама история того что происходило на нашей планете и вот прослушав вот эти вот две части очень конечно многое стало попонятней и мы в прошлый раз беседе с вами затрагивали эти моменты да что вот были пять раз я помню даже говорила хотелось бы об этом поподробнее послушать если это не очень большая по времени информация да уж это очень важное замечание поскольку существует такая книга тайная доктрина лавадская мир через баловадскую я настоятельно рекомендую всем кто знает ее творчество и тем кто не знает внимательно относиться к тому что она сама говорила и писала о том что происходит когда она включается в процесс со творчество самая ее знаменитая фраза я не бельмеса не понимаю в том что я пишу и это абсолютно точно можно сказать так констатирует факт если говорить языком оккультно-эзиатерическим психографии это называется так то есть один из видов один из видов техники передачи информации через психофизическую конструкцию выбранного человека как каким образом его выбирают как каким образом его готовят очень часто в течение многих жизней это просто отдельный но в книге лавадской тайная доктрина которая основана фактологически на текстах так называемых станций дзян это древнейшие тексты сохранившиеся до наших дней в виде удивительной каллиграфии если угодно на пальмовых листах покрытых специальным защитным слоем это многие многие тысячи лет и написано это как сама блавадская говорила на древнейшем языке общего человечества или язык пали есть и другие определения что это за язык в какие времена он сформировался и как им пользовалось народное насемление земли так вот эта книга и есть если говорить фактологично источник этой информации о пяти космических разах в традиции теософии есть другие традиции передачи информации на эту тему это тамплиерская почти утерянная и сохранившаяся в очень-очень закрытых структурах о которых ну может сказать так почти никто не знает все что сегодня провозглашает само себя наследниками тамплиерской традиции вот чем громче провозглашают тем меньше там правды существует определенные законы сохранения знания и информации накопленной в определенной традиции это очень строгая система где существует много уровней защиты в конце концов и от дурака тоже потому что тут посмотреть надо многое так вот в той традиции передачи информации тоже говорится о существовании на земле в том или ином виде пяти эволюционных проб там это так называется если переводить на наш язык значит в розенкрейцерской традиции наиболее близкой по стилю по неким нюансам и особенно в смысле строгой научности опирающийся на знания о космических циклах о многом другом что накоплено в рамках розенкрейцерства это ближе всего именно к теософской традиции поэтому иногда их смешивают хотя это не одно и то же может потому что есть компиляционные работы такие как у александра клизовского новое миропонимание современной эпохи в трех томах эта книга составлена из многих источников где чувствуется влияние и теософская и розенкрейцеровская так между строк а есть и книга на эту тему которая в своем первом издании называлась космогоническая концепция розенкрейцеров макс гендель потом когда братья розенкрейцеры очень серьезно намекнули ему на то что он сделал ошибку после этого этого следующие издания уже были без слова розенкрейцеров с дополнительным предисловием где макс гендель так это вежливо расшаркивается говорит это это только я тут вот ко мне пожалуйста все претензии ну вот так бывает иногда хотел как лучше получилось так как получилось поэтому рассказывая о об этой версии эволюции космического человечества на нашей планете надо обязательно четко себе представлять в какой традиции в какой культуре передачи информации идет разговор на эту тему потому что в каждом из вариантов есть свои нюансы и вот тут надо сказать следующее ни в одном из этих нюансов из тех которые перечислил не говорится об участии инопланетных цивилизаций и конкретных их названий в этой истории она преподана как история человечества которое было принесено на землю обычным путем как это делается во всех мирах в которых эволюционирует человеческая форма держащая в себе тонкоматериальные сущности скажем в мирах нашего типа это углеродный тип биологической материи и это кислородный тип дыхания а есть другие самые разные и метановые и водородные и так далее очень много разных и это тоже очень важно понимать потому что тут сразу для знающего тему идет четкое определение как что-то могло быть и как что-то точно не могло быть так вот если еще более четко и предметно говорить о пяти основных или коренных расах то начиная с первой засеянной через атмосферу земли на существуют некие прослеживаемые линии вот этой космоса генетики начало которой в других солнечных системах в других если угодно манвантарах эонах называйте как хотите то есть в других циклах проявленной материи а значит особого состояния пространства и времени и в книге космогоническая концепция очень хорошо насколько это вообще может быть хорошо изложена вполне нормальным научным языком это тема тема существования человеческих форм предыдущих проявленных видах начиная с минералов потом растения потом животные и уже животные высшего уровня которые эволюционировали на планете которая в этой традиции и в традиции тоософии называется условным словом луна или лунное прото человечество или лунное животное человечество это тоже не совсем одно и то же но в этом эти системы передачи знаний смыкаются и последнее в качестве вводного слова в тему пять коренных рас для того чтобы правильно все это понимать надо конечно же безусловно совмещать эти темы хорошо проработанной тематикой земных катастроф и катаклизмов тогда будет более-менее понятно например почему из того прото 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 человечество которое было заселено на нашу планету через атмосферу практически ничего не осталось из тех кто сейчас живет на земле я касался этой темы в нескольких интервью это важно понимать катастрофы были такие которые сметали только человечество всю биоту сметали с поверхности планеты оставалось жалкие проценты чего-то такого что могло уцелеть в тех испытаниях а все остальное либо по тем или иным причинам с помощью тех или иных цивилизаций которые присутствовали при этих катастрофах и катаклизмах уносились в другие планы в другие миры или часть этого человечества если мы о нем говорим уходила под землю и основала там свои новые если угодно цивилизационные проекты и поселения и об этом есть очень много информации в так называемый художественный оккультно эзотерической традиции в частности есть такая книга эддорпа эта книга написана в рамках теософской традиции автором который принадлежал к группе последователей так называемого храма человечества в халсионе это калифорния соединенные штаты америки эта книга написана потрясающе хорошим грамотным научным языком с применением очень многих научных данных которые можно проверить иногда даже дома дел такие опыты и все может быть проверить и вот в этой книге там есть и о обитателях глубоких глубоких подземных миров кроме всего прочего в этой книжке прекрасно описан если угодно внутренний космос нашей планеты как это воспринимается человеком который туда попал вместе с проводником особым представителем скажем так прото 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 человеческой расы который определенным образом эволюционировал в том мире и превратился в существо в общем то антропоморфное но не такого вида как мы книга еще ждет грамотного хорошего качественного перевода на русский язык потому что то что доступно сегодня я ее получил в бумажном виде в руки читал у меня сердце кровью обливалось от того что я читаю на русском языке я вижу шлак я вижу насколько все это нижайшего уровня с применением автоматического перевода и всего остального это так унизило этот труд ну просто невообразимым это обидно да поэтому я очень советую и надеюсь советую переводчикам обратить внимание на эту книгу и надеюсь на то что новое издание в хорошем переводе увидит своего читателя русскоязычного там очень много информации причем той которой нет больше нигде в такой форме в том числе и вот о том о чем я сказал то есть об обитателях внутренней земли в том числе о биологической системе внутренней земли там говорится о том о чем еще не сказали ни кори гуд ни эмири смит ни рэнди крамер которые очень хорошо знакомы с темой внутренней земли а они об этом еще не сказали то есть там информация очень важная будем надеяться юрий будем надеяться да есть и другие виды того прото-человечества которое эволюционировало в той начальной системе о которой я кратко упомянул в своем предисловии и некоторые из них можно говорить как есть воспринимают представителей нынешней цивилизации мы применяем слово цивилизация к той форме жизни которую мы сегодня ведем на земле вот они представителями этой цивилизации относятся с очень большим недоверием и опаской и это в общем то из их опыта из опыта взаимодействия с землянами многие-многие тысячи лет с теми землянами которых уже я позволю себе такое слово нехорошее захомутали всякого рода захватчики и прочие космические паразиты постепенно превращавшие человечество во-первых своих рабов а во-вторых в продолжение своей программы захвата и нашей планеты а потом уже других планетных систем с помощью разных технологий так что те кого кори гуд называют аншар я сейчас они даже для того чтобы иметь гарантию не невозможности проникновения с нашей стороны в их мир даже соорудили свое собственное пространство во время в котором они живут как в таком пузыре и вот такая история отдельная история но в общем то они относятся к человечеству еще и конечно с интересом с любопытством и к некоторым из представителей нашего земного человечества которое обитает на поверхности состраданием потому что ну скажем так некоторые из живущих сегодня на земле это те кто с ними входил в какие-то виды контактов кто с ними какие-то виды взаимодействия безусловно и почти всегда на уровне телепатическом не на физическом то есть это те кого они сами избирают во первых для исследования а когда они понимают что с этим с этой персоной можно взаимодействовать тогда начинается такое взаимодействие и я знаю такие случаи и такие люди всегда ведут особый образ жизни который облегчает такой вид взаимодействия это особый разговор как это делается почему и в этом смысле кори гуд это не единственный человек на земле который с ними взаимодействует другое дело что таких людей считанные единицы и надо быть ну надо быть просто я не знаю святым наверное в каком-то смысле чтобы быть достойным взаимодействия с этой культурой космической и цивилизацией они обладают колоссальными технологиями опережающими и обычно наши это естественно образом но даже многие направления в тайной космической программе поскольку развивали особые виды синтезных технологий основанных на всемогуществе человеческого психокосмоса и только во вторую очередь дополнение этого какими-нибудь технологическими решениями именно поэтому то что даже для самых-самых продвинутых ученых в рамках тайной космической программы еще недостижимо и непонимаемо для них это пройденный этап и в этом смысле кстати в этом смысле их и невозможно никоим образом ни к чему принудить если понадобится они могут дать такой отпор что злоумышленникам мало не покажется они просто не останется вообще это кратко о истории вопроса история вопроса о пяти коренных расах а дальше мне не хотелось бы превращать нашу беседу в подробный разговор в рамках традиции передачи этой информации там или розенкрейцеровской или теософской люди сегодня могут все это прочитать в определенных источниках либо ну наверное все таки это уже анахронизм тайная доктрина писалась в свое время на своем языке в своей культуре передачи информации определенным языком и она писалась не для чтения одним человеком она писалась для проработки этой информации на уровне по крайней мере научно-исследовательского института в котором собраны многие научные коллективы с определенными направлениями исследовательскими и я абсолютно точно знаю что эта книга блестящим образом исследована была в рамках нескольких научно-исследовательских институтов системы ананербе у нацистов которая была сформирована еще в конце двадцатых годов а в тридцатых уже оформилась в конкретное явление научно-исследовательское мирового значения там исследовали все и там вынули все что можно из тайной доктрины из других доктрин и благодаря этому кстати они и смогли и продвинуться в технологиях перевести их так сказать на язык науки двадцатого века благодаря этим знаниям не в последнюю очередь они смогли решить очень многие проблемы во взаимодействии с другими космическими расами поскольку традиция передачи такого рода информации она содержит в себе определенные ключи космической этики без знания которых можно во взаимодействии с другими космическими расами влипнуть очень серьезно и получить совсем не то на что ты рассчитывал другое дело что все это использовалось совсем не для блага людей земли все это использовалось для формирования отколовшейся цивилизации которая сейчас фактически целиком и полностью сосредоточена если говорить о главной базе это марс и несколько еще наверное осталось у них каких-то укреп районов или баз в рамках солнечной системы за пределами солнечной системы тоже существует очень много чего принадлежащего в определенном смысле если говорить о космической юриспруденции принадлежащего с объединенным силам и марсианских немцев которые себя называют уже космическая тефтонская раса или система черного солнца там много названий у которых есть свой космический флот у которых есть другие параллельные ветви разного толка но все это к великому сожалению повторю не служит делу развития человечества земного типа они все-таки имеют генетику землян как бы они себя не раз отождествляли с земным человечеством а это часть их современные мифологемы она построена на сокрытии факта жизни на земле до сих пор потому что там в этой мифологеме преподается с детства идея о том что они успели покинуть землю в конце 40-х годов после чего на земле произошла глобальная термоядерная война и никто не выжил вот такая у них система представлений между прочим это если угодно новая мифология да это не знаю что немцы ну или как вы сейчас их не выпускают за пределы солнечной системы определенные стражи ну я так поняла да это так и в этот санитарный кордон включились ни одна не две космические цивилизации много потому что нельзя недооценивать и технологии и решительность некоторых представителей не только немецкой этой колониальной системы это наглостью да потому что ну это тоже надо знать эту тему чтобы понимать на что могут решиться те кто осознал что их тут блокировали ясно ситуация до сих пор напряженная она уже не критически напряженная как она была в 2009 начале 2010 вот тогда все висело на волоске совсем недавно тогда единственным позитивным исходом для людей которые были по определенным параметрам готовы к тому что мы называем вознесение на самом деле это называется по-другому тогда для них это было бы ну вселенским праздником а вот для других которые по некоторым причинам не пробудились не доработали над собой а в таком состоянии было слишком много людей девяносто процентов сейчас процентное соотношение уже другое но к сожалению вес не пробудившихся пребывающих в застывшем сонном полуживотном оживотненном состоянии их пока еще слишком много поэтому сколько юрий примерно в процентном соотношении я не могу здесь называть цифры точные потому что источники с которыми я взаимодействую они по-разному оценивают эту космо духовно душевно психо физику человека вот это надо очень точно понимать когда ты взаимодействуешь с источником представляющим допустим какую-то группировку из антропоморфных видов цивилизации как мы находящихся допустим на уровне скажем так условно четвертое пятое измерение вне зависимости от того как мы это понимаем измерение для них для них вот человеческая масса общая выглядит одним образом для тех кто проявляет себя из более тонких планов это же самое человечество выглядит уже по-другому значит и критерии у них другие вот в чем дело понимаете поэтому те кто уверенно заявляют вот столько то и все это посадка в лужу такими я понимаю я понимаю и показывают свое свою неготовность к разговору на эти темы а это настолько деликатные вообще вопросы и в конце концов мы находящиеся в нашем трехмерии включая меня находящегося в определенном облечении этой плотью и так далее да и определенными рамками за которые я не могу выпрыгнуть в этом своем состоянии у меня могут быть другие состояния в которых я могу что-то получать какую-то информацию и так далее обмениваться но в этой я не только не могу и не должен я право не имею судить о ком-то и огульно оценивать эту ситуацию для того чтобы иметь такую информацию мне нужно год работать как папе карле все 24 часа в сутки чтобы оценивать невероятный ворох информации представляющий себя статистику по самым разным параметрам вот каков уровень подхода к этой теме оценки сколько там процентов понимаете о чем я говорю это не уход я поняла просто когда 90 процентов вы сказали что вот 2009 2010 почти 90 процентов хотя бы примерно 70 эта цифра прозвучала не от кого-то там непонятного она был она много раз прозвучала и от представителей ветеранов тайной космической программы от инсайдеров из особых разделов разведки Соединенных Штатов Америки к великому сожалению про россиян мы сейчас ничего говорить не можем там болото пока там тишина и все молчат я просто хотела понять человечество куда двигается хотя бы процентно примерно позитивную сторону потому что идет работа с разных сторон и среди этих сторон я постоянно напоминаю потому что меня спрашивают ну слушай ты такой вумный вообще только нимба еще над тобой нету да откуда такой позитив ты что господь бог ни в коем случае я просто физику знаю и астрофизику и многое другое то что можно проверить проверить и то о чем я говорю проверяется по крайней мере с конца 50-х годов это тот самый фактор притока в нашу часть вселенной космической энергии идущей из центра нашей галактики это абсолютно физичный фактор абсолютно и он действительно влияет именно так как я об этом говорю очень часто позитивно для всего человечества которое почувствовала импульс и вслед за этим импульс намерение пробудиться и это намерение сейчас поддерживается в сотни в тысячи раз более интенсивно хотя бы только одним этим фактором это колоссальная энергия несущая в себе еще специальную информацию модулирующую этот процесс эта информация начинает включать в тех кто готов к этому процессу определенные механизмы которые находятся в каждом из нас но они находятся в таком заблокированном состоянии а энергии столько что она срывает все эти блоки как ржавые замки и многие пробуждаются это очень радует так что Юрий все позитивно это здорово я хотела закончить вот на этом как раз моменте но еще рано заканчивать поэтому мы уже к этому перешли вот в том в той теме первой где вы хотя бы немного осветили ситуацию с расами и так далее у меня там был такой момент уточняющий очень долгое время я интересовалась изучала кто такие были вот эти четыре я не знаю как назвать даже это расы наверное да четыре даорийцы хорийцы рассеянные святорусы и мне все хотелось понять кто это и что это вот в этой общей системе почему о них вот так вот отдельно выделено и говорилось то есть кто они может быть у аннербы есть такие такая информация все таки это были да есть сведения о том что у аннербы была такая информация которую они получали своим путем у них была своя собственная разведка о которой не знали разведывательные структуры ни эсэс ни гиммлеровская там не многие другие и кстати как ни странно действительно у гиммлера была еще своя отдельная разведка от эсэс хотя гиммлер был как бы руководителем этой секретной структуры да много чего было странного и сегодня до сих пор это все проясняется так вот не будем забывать о том что в аннербы были люди с глубокими славянскими корнями да и это отдельная тема как что там было и почему и как они истово служили той системе причин было много но одно надо сказать все что вы перечислили оно никоим образом не касается теософской традиции и розенкрейцеровской это отдельная традиция и вот тут я должен может быть огорчить некоторых традиция в которую столько мути было налито что там сейчас какой-то забродивший компот испитие которого очень у многих людей просто заиграло в голове и в результате понапридумывали понавысасывали из пальца или начались какие-то странные закидоны там психотелепатические как некоторые там рассказывали проникновение куда-то во что-то с очередными бубнами хороводами и всем остальным что напрочь не является строго научным подходом это не значит что этого не существует это все значит что тут надо наконец-то навести порядок так как это полагается серьезной нормальной науки ее никто не отменял эту науку другое дело что ее надо поставить на правильные рельсы согласно и убрать оттуда то что ей мешает а научный подход методичность она должна быть методология должна существовать тогда это все можно отфильтровать убрать там на придуманное насочиняемое до сих пор и будет ясно кто там что насочинял и зачем и в конце концов мы многое поймем в том числе Сергея Алексеева авторе книг про валькирию и многих других книг очень интересных дающих массу пищи для размышления но содержащую в себе вместе с драгоценными камешками очень много шелухи я сейчас не буду много говорить об этом авторе он потрясающе плодовит интересен и имеет огромное влияние на определенную часть людей считающих себя продолжателями вот этой прорусской традиции я просто очень хорошо знаю эту тему потому что и были определенные взаимодействия с задорновым который считал алексеева своим учителем и я знаю как там с жарниковой были контакты и кто там кого понял не понял это отдельная тема еще раз повторяю не никоим образом не утверждаешь там все какая-то муть которую надо вылить из тазика в канаву это надо проработать вот точно так же как наша наука по определенным причинам не востребовала труды в свое время а сейчас они уже архаичны вот так сейчас надо спокойно методично строго научно как это полагается в методике исследовать эту тематику и тогда будет ясно откуда вообще взялись даже эти слова термины тарицы и все остальное что за ними стоит что стоит за каждым из корней но только не в том виде на придуманном где попытка расшифровки корней не не упрощает космос запутанный а наворачивает еще больше это вот простейший пример как слово бог кстати откуда оно взялось в русском языке это тоже вот вопрос сколько у него не существует интерпретации включая большой огонь галактики вот это это и есть пример того как не надо делать вот был такой средневековый монах оккам на которого сейчас ссылаются применяют термин бритва окама то есть не надо увеличивать количество ненужных компонентов того что ты исследуешь надо идти к первородной сути а к ней нужно приходить опираясь на строгую науку в которую входит далеко не только лингвистика металингвистика сравнительные языкознания математическая лингвистика сюда обязательно должна входить астрофизика астробиология в которых много чего наработано и в этих значит науках может помочь и оккультно-эзотерическая наука которая может сказать как каким образом можно проверить состоятельность интерпретации тех или иных слогов используемых тех или иных языках а почему это так а потому что речевой аппарат человека формировался под воздействием окружающей среды в том числе она менялась да одно дело окружающая среда проникнутая вибрациями красного солнца в невероятно далекие времена ведь такой период был значит и вся биота была другая и энергии и энергоинформационные поля которые соединяли прото-человека с той биотой были другие значит это обязательно влияло на психофизиологию значит на речевой аппарат на конструкцию всех этих систем оглашения с акцентами на произнесение каких-то звуков и не произносение других вы понимаете о чем я говорю да кто-нибудь из этих интерпретаторов сегодня это затрагивает а ведь об этом надо думать а без этого все висит на непонятных кисельных облаках или на чьем-то утверждении вот этот сказал значит так оно и есть а дальше очень часто я видел картины что к тому что этот сказал дальше закидывается голова глаза закатывается и я еще увидел чего-нибудь и понеслась еще раз повторяю я не хочу сказать что все это галимая галиматья как говорят некоторые возможно в этом есть толк возможно проверять надо иначе мы окажемся в таких же ситуациях но не очень скажем так корректных и этичных с точки зрения все той же науки когда какой-то очень уважаемый профессор с фамилией на букву ч утверждает на какие-нибудь там слайдах вот вы видите там надпись я я просто видел эту ситуацию в зале все сидят кивают головами но я точно знаю потому что там были люди с которыми я общался они кивали потому что все кивали они ничего там не видели а вот этот человек там а вот тут вот такая черта вот это надо это надо понимать вот так да это он говорит а вот другая черта это надо понимать вот так простите а там рядом еще несколько черт и к ним идет какая-то другая интерпретация а почему я поняла этого этого не должно быть должно быть то что называется воспроизводительство в том числе и в области петроглифического там какого-нибудь языкознания, если угодно. Поняла. Спасибо вам большое, Юрий, за разъяснение. Мы тогда, да, эту тему мирно оставим как бы в сторонке. И вот очень мне как-то интересно было, когда я услышала в паре ваших выступлений тему такую, ну, немножко про здоровье тогда, ладно, вот от той темы к другой, про ММС, и я даже начала этим пользоваться, какой-то потрясающий эффект, Юрий, какой-то потрясающий меня эффект происходит. Вот хотелось бы чуть побольше об этом услышать. И помимо этого вы еще сказали как-то про то, что в субботу в 8 часов вечера какая-то определенная энергия или сила идет, когда можно помедитировать. Тоже очень мне было это интересно. Возможно, и другим будет интересно. Если вот можно, этих двух вопросов. Да, во-первых, сама история изобретения, если угодно, изобретения ММС, то есть препарата, основанного на эффекте химического взаимодействия хлорита натрия с каким-нибудь подкислителем, то есть там лимонная кислота или еще что-нибудь. Это потрясающий ясный пример того, как работает все это на практике. Это же не изобретено на кончике пера, как говорят, да? На уровне какой-то химической формулы. Это изобретение было актом отчаяния человека, который попал в конкретные обстоятельства. Кругом все умирают. Что-то надо делать. Выхода не было. И когда он увидел, что он это получил, и что оно работает, это было не для того, чтобы, как на Западе вообще-то обычное дело, запатентовать, потом начать на этом зарабатывать деньги. Это было для того, чтобы людей спасать. Людей, которые отправляются в научно-исследовательские экспедиции, куда-нибудь в джунгли, еще куда-нибудь, где царят такие заболевания, которых наша наука до сих пор не знает, в тропических лесах каких-нибудь и так далее. Ведь есть такие места, откуда людей иногда привозят. Туристы туда иногда любят поехать, непонятно зачем, себе на одно место ища каких-нибудь приключений. А потом их иногда в ящиках оттуда привозят, потому что они там чем-то заболели, и никто не знает чем. Я таких историй наслужился массу. Причем попадали в такие истории даже и врачи, которые в эти экспедиции отправлялись. Причем чаще всего, непонятно зачем. Или айахуаску там на месте с индейцами осуществить. А то тут, понимаете ли, как-то не то. Но это понятно, что в многоквартирном доме, в квартире это делать, это конечно не то, мягко выражаясь. Если знать все эти особенности тонкоматериальных взаимодействий с окружающим миром, это вообще недопустимо. Но когда люди без царя в голове, без точного представления того, что это такое, что после этого может быть и бывает, туда приезжают и получают там все что угодно, включая непонятные болезни или каких-нибудь там паразитов на себя хватают. Так вот, это и было учтено человеком, который спас своим изобретением десятки сотрудников, с которыми он продолжал работать по научно-серилитическим направлениям. А потом это реализовалось уже в практику помощи в тех местах, куда он приезжал, давал этот рецепт. И в этих местах люди больше не болели малярией, какими-нибудь еще очень крупными неприятностями, с которыми до сих пор официальная медицина не может справиться. И это факт. Со всеми ее антибиотиками и прочими безумиями на самом деле. Настоящими безумиями, которые начались с изобретения, с позволения сказать, пенициллина. Это такой троянский конь в наше здоровье. Кто бы знал. Вот гомеопаты знают точно. Гомеопаты знают точно, что случилось с человечеством, когда началось применение пенициллина. И к чему это в конце концов привело, включая вот все эти иммунодефициты специфические и многое-многое другое в виде букетов предрасположенностей к заболеваниям, с которыми никакие антибиотики уже не справляются. Первопричина-то именно в пенициллине и в том, что он использовался уже на многих поколениях. А это то, что в гомеопатии называется искусственный миазм. И это отдельная тема. А сейчас возвращаемся к ММС. Почему это действительно действует? Потому что с химической точки зрения это невероятно простая формула. А чем проще, тем эффективнее действует. И более системно. И нет противопоказаний. Какой ужас! Какой ужас для нашей медицины! Ведь, значит, тогда что? Тогда не нужны дополнительные препараты, а к тем не нужны еще другие. На этом ведь построена конвейерно-таблеточная медицина. Давайте мы уберем эти симптомы. Ой, появилась побочка. Для побочек у нас вот эти лекарства. А против побочек от этих побочек у нас другие лекарства. Но это к соседнему специалисту в другом кабинете, на другом этаже. А в конце концов, вы знаете, вот тут конвейер у нас движется, там в конце патологоанатом вас ждет. Абсолютно верно. Так вот, ММС, это действительно работает. И именно потому, что оно работает. Вот такое бешеное недовольство, мягко выражаясь, по отношению к этому препарату со стороны вот этой конвенциональной, медицинской, бездушной, бесчеловечной системы. И я до сих пор не встречал ни одного негативного отзыва о работе этого препарата, если он применялся корректно, правильно, в нужной дозировке. И это при том, что... Ну, это на опытах самого изобретателя. Ведь одной капли этого препарата вместе с активатором хватает для того, чтобы очистить от любых паразитов и загрязнителей, чего угодно, в одном литре воды. Да? Ну, вы вдумайтесь. Это потрясающе. Это решение такого количества проблем. Ну, просто с ума сойти, правильно? И как же это может быть дано человечеству? Вы же понимаете. Нам же надо доходы получать, чтобы фирмы, которые воду разливают, очищают, канавы там какие-то роют, и чтобы все это... за все это платили. История Каддафи говорит о том, что делают с благодетелями. Каддафи предъявили очень много закулисных, так сказать, счетов. И главный, между прочим, или один из главных, это то, что он обеспечил свою страну бесплатной, чистейшей водой. Вот так вот. Вот так. Которую тут же разбомбили, как только его скинули с власти. Тут же это убрали. Убрали. И что? Благодаря вам, многие услышат об этом. Многие уже услышали, я уверена, про ММС от вас. И вот после этого ролика еще больше, я думаю, людей и услышат, и попробуют, и испробуют это на себе. Я вот тому живое подтверждение, что я услышала вас в одном из ваших роликов, заказала, начала принимать. Ну, это, конечно, вообще... Это отдельная тема, вы правильно сказали. Прямо отдельная тема для разговора. Вот. И вы как-то сказали про вот эту субботнюю медитацию. Теперь насчет субботней медитации. Да, это... Я учусь. Эта информация была получена в начале 90-х годов в результате взаимодействия с одной из групп людей, которые выполняют на Земле особую миссию. Я пока могу говорить только так. И они получили эти временные координаты именно таким образом. То есть в субботу 8 часов по местному времени, подчеркиваю, местному времени, а оно везде свое. Вот где у вас там, где вы живете, 8 часов пробило, вот в это время это нужно делать. Отдельный разговор. Есть переход на летнее время или зимнее. Всегда имеется в виду время наибольшей стабильности. Чаще всего это зимнее время. Ну, это все, что пока могу сказать. Так, что нужно делать в эти 8 часов? К этим 8 часам надо сначала подготовиться. Во-первых, ну, не должно быть так, что с бухты-барахты прибежал откуда-нибудь, весь в поту, в голове еще непонятно что, там, в руках сумки, бросил, там, сел на пол и включился. Все равно сработает. Все равно сработает. Дело в том, что это точно так же работает со всеми, как тот самый луч, про который узнают абсолютно все. Это крещенское явление, да? Это в ночь с нуля часов до нуля часов 30 минут с 18 на 19 января. Это самый плотный луч. До этого тоже некоторое влияние, после этого тоже некоторое, но физики, которые еще в советское время все это измеряли, они измерили плотность этой энергетики в эту ночь. И они определили, что самая плотная энергетика именно с нуля часов до нуля часов 30 минут по местному времени. Так и здесь. Ведь про крещенскую воду многие даже не знают. Но... Ну, сегодня много знают. Сегодня много знают, но не все. Так вот, я хочу сказать, что такие опыты производились и особой биомедициной Советского Союза. Я знаю, что в команде Казначеева Владимира Петровича исследовали этот вопрос. В командах питерских особых институтов в Украине институт биокибернетики этим занимался. То есть я говорил о реальных данных, которые я еще тогда получал в конце 80-х. Все это тогда исследовалось. И они исследовали в том числе состояние пациентов больниц, которым не говорили, ничего не говорили. Просто эти люди, эти ученые измеряли определенные параметры, включая там анализы какие-то, до этого схождения луча крещенского, во время и после. Точно зафиксирована строгая статистика, медицинская, научная. Она, правда, была закрыта до начала 90-х годов. Меняются параметры человеческой крови. Они улучшаются по всем там показателям. Понимаете? Раз в год это происходит со всеми. И с верующими, и с псевдоверующими, и с активистами, пессимистами, атеистами, и с прочими паганистами, как их называют. Понятно. Со всеми, Юрий. Вот. Так и здесь. Это все равно работает. Что-то по субботам происходит. Но если вы подготовитесь к этому мероприятию, если вы хотя бы утром вспомните, что у вас вечером это может быть, ничего экзотического здесь не нужно. Не надо превращать комнату в храм какой-то, обвешивать его побрякушками, принесенными там кто с Тибета, кто с Мачу-Пикчу, там еще. Благовониями. Это, нет, благовониями могут быть, но тоже, ну не надо нам здесь стараться организовать запахи индийского храма там где-нибудь, да? Понятно. Вот там, это там. Понятно. Это отдельная тема, какие параметры у этого там. Начиная, между прочим, с четко физикоэнергетических параметров и векторов энергетических токов. у нас одни там, другие. Там для выполнения определенного мероприятия надо вставать на голову, а у нас не надо. У нас наоборот. У нас другая йога, в конце концов. Так вот. Для этого надо просто успокоиться. Идеальный вариант, идеальный вариант, если кто-то может включить небольшой элемент дыхательной практики. Ну, я всегда сторонник метода Бутейка, не отвергая никаких других, если они дают хороший результат без вхождения в ситуации раскачки энергетики. Вот тут, извините, я слишком хорошо знаю эти темы. Слишком. И биохимию, и оккультную психобиофизику и химию. Я это изучал серьезнейшим образом, потому что речь касалась здоровья и жизни людей. Это заставило меня изучать эту тему на таком уровне. досконально, на таком уровне, на котором Бутейка никогда ее не изучал. Об этом мы говорили только с его лучшим учеником Сергеем Николаевичем Чешевым, который приезжал в Ригу и мы много говорили, обговаривали здесь в таких серьезных разговорах. Нам было еще и потому интересно разговаривать, что мы оба занимались каратэ и у нас у обоих был черный пояс и мы могли еще иногда повзаимодействовать на этом уровне. То есть речь идет о том, чтобы войти в это состояние максимально релаксированно с точки зрения физиологии и сосредоточенно с точки зрения сознания. Вот надо к этому готовиться, а вот для этого надо учиться потихонечку, понемножку где-нибудь, как-нибудь и не надо глубоко входить ни в какие вот эти странные системы с выходом из тела, с вылетом в трубу, куда-нибудь там, не знаю, и прочее. Здесь достаточно такого простого варианта релаксироваться. Юрий, сколько времени? Сколько времени? Значит, в 8.00 это начинается, в 8.05 заканчивается. 5 минут. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? Этого достаточно, если вы по-настоящему подготовились, вошли в это состояние, настроились на открытое восприятие света и любви свыше. Если вы формулируете эту ситуацию мысленно таким образом, я воспринимаю свет и любовь, я сам становлюсь светом и любовью, существуют очень строгие законы, по которым ничего кроме этого вы не получите, если вы формулируете постановку задачи именно так, но это вы должны сказать до 8 часов вечера 00 минут. А вот как только началось это время, тут идет уже та формула, которую я много раз озвучивал. Я могу и в этом эфире еще раз ее напомнить. Конечно. Да пребудет Отец Небесный с нами и в нас, да воссияет его свет над миром, да будем мы его проводниками, да снизойдет благодать Отца Небесного на дом сей и его обитателей, да воцарятся на земле мир, свет и любовь. Замечательно. Спасибо большое. Я правильно, Юрий, поняла, что просить Мерседес или новую квартиру или яхту не стоит в эти пять минут? Это... Чтобы люди понимали, что именно надо делать. Люди, в конце концов, должны понимать, что не надо путать Божий дар с яичницей. Вот есть такая формула. Если человек воспримет сердцем, душой и какой-то еще более высокой непонятной нам ипостасью, неважно, как она называется, этот свет, эту космическую любовь и в согласии с этим будет проживать свою жизнь, претворяя в ней все лучшее, что в нем накоплено и реализуя, обязательно будет происходить то, что будет все более и более комфортным образом окружать и насыщать жизнь человека и на физическом плане. Эти законы никто не отменял. Согласна, Юрий. Действительно, я бы лучше не сказала и думаю точно так же. Тут тоже все понятно. Спасибо большое за то, что еще раз повторили эту практику. Я считаю, это очень важно. Это каждую неделю человек может действительно входить в такое состояние и пробуждаться может быть. Может быть вот так. Ближе мне это слово пробуждаться. Можно сказать здесь еще следующее. И это очень важно. И я использую эту возможность именно потому, что по ряду причин загруженность сейчас действительно очень большая. После серии интервью на канале у Ивана Боброва количество обращений писем от людей с просьбами о помощи в том или ином смысле или по физическому здоровью по психическому по бытийным ситуациям оно просто увеличилось в десятки раз. Это уже сотни писем с которыми приходится работать. По мере возможностей мы все-таки должны еще хоть какое-то время спать иногда и заниматься другими делами а у меня кроме работы с письмами страждущих извините еще свои пациенты здесь в Латвии с которыми тоже должен работать находить для этого нужное время и работать как полагается. Я хочу сказать что вот этот субботний импульс как мы его называем он дает еще и помощь в самых разных ситуациях связанных с психическим здоровьем с психоэнергетикой или как сказали бы наши коллеги в белых халатах с психосоматикой это действительно работает действительно во многих случаях мне уже десятки лет я практикую это с 91 года люди которым так или иначе в той или иной форме всегда очень аккуратно и осторожней предлагалась такая практика и не только у нас здесь на территории бывшего Советского Союза я и в Европе работал с пациентами те кто включались в эту работу не все но многие говорили о том что и недуги физически как-то стали отступать что-то стало происходить конечно к этому добавлялась работа с дыханием изменения типа питания многое другое но люди совершенно четко конкретно мне писали или говорили когда я там работал что-то четко меняется у меня вот симптоматика уходит и не от дыхания и еще чего-то я просто чувствую как что-то в меня входит и что-то во мне там налаживает какие-то правильные процессы то есть это полезно во всех смыслах но еще и вот в каком я не буду касаться того как почему каким образом но однажды нам удалось провести такой эксперимент вполне научный мы получили возможность доступа как некой специальной аппаратуре которая достаточно хорошо могла фиксировать изменения характеристик электромагнитных полей излучаемых человеческим сердцем но тут ничего особо сложного нет я много раз говорил еще раз повторю есть журнал техника молодежи и в 68 году там была публикация большая публикация строго научная советское время было там чепухи нельзя было написать в этой публикации приводилось описание опытов ученых которые уже тогда на той аппаратуре умели измерять вот это то самое о чем я сказал уровень или специальные характеристики электромагнитного поля который излучается человеческим сердцем они там тогда определили что на уровне этих полей человечество представляет собой единый организм электромагнитный вот так кстати отсюда до вот этого великого выражения российского прекрасного писателя о том чего стоит счастье если оно построено на несчастье другого и какой может быть прекрасный мир если рядом ребенка мучают помните конечно конечно так что это все реальность это абсолютно реальность вот у нас была возможность кое-что измерить в этой области и не только в той группе которая принимала участие в коллективной ну мы назовем это медитации пусть были сосредоточения на это но мы не оповещали коллективы других людей которые присутствовали в том месте где это происходило там они занимались своими делами но приборы были включены до того и фиксировали все время то есть полчаса до 8 часов 5 минут и примерно 2 часа после и они снимали если угодно характеристики вот на большом расстоянии так аккуратно скажем примерно 300 метров и все кто попадал в поле измерения этих приборов они считывались на уровне этих электромагнитных полей человеческих сердец и мы увидели что когда наша группа начала входить в это состояние и у других людей начались изменения в их параметрах электромагнитного поля их сердец вот что происходит то есть сердцами мы связаны да то есть мы явно увидели другие спектры появление более высокочастотных элементов в этих спектрах они стали выравниваться у них появилась очень интересная картинка там рисунок уникальный совершенно и кстати этот рисунок повторяется все время где вы его не снимали он один и тот же а это кстати с научной точки зрения говорит о повторяемости опыта значит с точки зрения науки работает и дай бог проводить такие эксперименты всем желаю я прям уверена что после вот этого нашего с вами интервью количество людей которые это услышат и которые начнут этим заниматься их увеличится и соответственно мы как-то будем влиять на других людей ну очень хотелось бы потому что в этом мероприятии принципиально не может быть ничего негативного здесь полный позитив начиная от намерения ну ну хотя бы для себя любимого это сделать воспринять сверху свет и любовь неважно кто как это понимает вот как понимают так и понимают да да Юрий я поняла это замечательно совершенно если объединяются еще и сознания людей понимающих то что происходит это в разы увеличивает мощность этого мероприятия и в этом сегодня мир нуждается как никогда это действительно факт и мы можем говорить до посинения до бесконечности о том что кругом все спят что-то там не происходит вот один из элементов включайтесь в эту работу если вы считаете себя пробудившимися не надо указывать другим на их недостаток на их пока еще специфическое состояние как сказал Серафим Саровский стяжай дух с мирем и в круг тебя спасутся тысячи а сейчас мы говорим включайся в поток света и любви распространяй его вокруг и теперь ты точно должен знать что это работает а это работает если это было показано на физических приборах значит мы должны этим заниматься те кто считает себя пробудившимися вне зависимости от того какая традиция там древнерусская древнегиперборейская там еще какая-нибудь кем угодно себя считайте но свет это свет любовь это любовь и в таком случае убирайте за границы за скобки все что хоть как-то может быть в противоречии с единым а мы все там едины и вот здесь мы тоже все едины оставляйте это нет никаких противоречий и тогда все будет работать и вы увидите как все будет происходить очень надеюсь что нас сегодня услышат очень надеюсь и вот в заключении даже вот как-то вопрос который я хотела последним задать он по сути немножко уже поменял свои свойства я хотела спросить о том что сегодня люди паникуют вот эта эвакуация развешиваются эти баннеры какие-то о местах эвакуации громкоговорителей и так далее и так далее и вот после вот того что вы сейчас рассказали да как-то у меня лично отпадает вопрос о панике о том как менять ситуацию на земле просто людям хотелось бы конечно знать мы в какой ситуации сейчас вообще находимся то есть мы больше какой-то благостной ситуации или мы все еще до сих пор балансируем в какой-то конфликтной ситуации то есть что ждет людей мы существа многокомпонентные вот то что мы видим друг друга физическими глазами это незначительная часть человека истинного абсолютно большая часть нас невидима для нашего физического зрения но она включена определенным образом физические обстоятельства нашего бытия в котором некие силы пока еще имеют определенное влияние они нацелены на захват сокровенного в нас но это возможно только тогда когда мы включимся в их игру в которой главное страх ужас паника и все остальное это их способы войны против космического человечества на земле мы не можем противопоставить им это же у нас нет технологий у нас нет многого другого у нас и не должно быть этого потому что существуют определенные законы если ты уж встал в полный рост и что-то у тебя там в кармане какая-нибудь финтифлюшка не знаю излучатель какой-нибудь или еще что-нибудь понимаете вы сразу становитесь с ними на один уровень и тогда не не жалуетесь если вам досталось очень больно и в самое уязвимое место наша сила в другом вот в том самом в чем мы в тонких планах уже победили вот что необходимо знать и об этом нам говорят представители всех тех светлых сил всех цивилизаций которые нам помогают об этом нам говорят и учителя человечества которые очень много сделали для всех нас во многих наших жизнях они говорят будьте сейчас достойны того светлого будущего которое там уже случилось и эти планы сейчас под влиянием той космической великой энергии о которой я говорил в начале эти планы неумолимо сближаются друг с другом и мы уже вблизи того момента когда они начнут проникать друг друга так что не заметить это будет невозможно противоположная сила пытается успеть до этого момента что-то сделать в панике в ужасе в трепете перед тем что им во-первых это не удастся это точно а во-вторых перед тем что за все это придется отвечать даже тем кто не ведая ничего просто по принципу роботизированной исполнительности участвует во всем этом отвечать придется всем и перед такими инстанциями которые не знают промаха исключено и ответ будет адекватный сделанной этими силами сознательной силе участия в преступлении против космического человечества адекватно вплоть до лишения этих сущностей вот этого самого с помощью чего сознательное решение принимается хуже этого я не знаю что может быть нет есть кое-что но это уж совсем космическая катастрофа и им придется горько пожалеть и заплатить серьезно а мы сейчас должны убрать это из своего сознания то есть бояться эвакуации и так далее этого нет с чем нужно оставаться в состоянии паники во вторых уже происходят очень важные процессы я упоминал в одном из интервью то что в питере было совсем недавно там собралось много людей десятки людей представляющие медицину юриспруденцию бизнес серьезный и так далее и так далее российский и международный и не абы какие там личности серьезнейшие ученые с мировыми именами вот что произошло из этого сделано резюме как надо оформлено это только одно мероприятие такие же мероприятия тут на всем шарике набирается критическая масса такого рода явлений за которыми неизбежны последствия в юридическом поле и во всех других в которых это будет реализовано реализовано вот так дай бог или кто дай мы дай все те кто сегодня действительно вот переживает вот такое и идет к чему-то целенаправленно юрий я очень вас благодарю я безмерно рада знакомству с вами общению с вами мне очень важно в жизни было познакомиться с таким человеком как вы общаться с таким человеком как вы я очень буду ждать новых встреч если они будут возможны потому что я вижу как нарастает на вас вот эта нагрузка я это вижу понимаю слышу и от вас и от вашего знакомого от мендера я просто понимаю как это все и нужно и важно и что вы выделяете время тем не менее пообщаться для меня это бесценно не знаю как для других но для меня это очень бесценно поэтому я благодарю вас от всей души не смею вас больше задерживать потому что мы прообщались с вами более часа благодарю Юрий благодарю спасибо вам за внимание за беседу я надеюсь что после этой беседы у людей появится не просто позитив но самое главное знание и уверенность в том что все что делается это не сотрясание воздуха это реальные достижения у которых есть уже результаты конкретные как говорят ученые выходы определенные и впереди только позитив но этот позитив мы каждый день каждый час раз в неделю можем еще усиливать еще насыщать это еще больше позитивной энергией и устремленностью к нашему уже я еще раз повторю то что было сказано состоявшемуся светлому будущему мы должны с ним воссоединиться и это будет спасибо вам всех благ здравия успехов это то что нам нужно Юрий и я в конце просто хочу сказать вот одну вот эту фразу что давайте действительно ребята девушки женщины мужчины давайте объединяться сердцами вот как сегодня нам и рассказали и показали и разъяснили я только за и каждую субботу я буду ждать вот такого момента тем более это уже скоро по местному времени наступит поэтому начнем прямо сегодня Юрий благодарю вас всем сердцем всех благ до новых встреч всего доброго до новых встреч до новых встреч безубтитров